В Казани на озере Средний Кабан жители обнаружили обилие мертвой рыбы на его поверхности. Инспекторы Центрального территориального управления Министерства совместно с представителями Росрыболовства для оценки ситуации выехали на озеро Средний Кабан в районе улицы Технической. Желающих провести время рядом с озером Средний Кабан теперь станет меньше. Неприятный запах от водоема и обилия мертвой рыбы. В Министерстве экологии Республики Татарстан уже подтвердили факт замора рыбы в озере. Какие причины могут быть этому и как решить проблему? Причин замора рыбы в озере Средний Кабан может быть несколько, говорят эксперты Казанского университета. Во-первых, озеро Средний Кабан является одним из трех озерных систем Кабан. То есть, сами по себе они не имеют основного источника в виде подземного водотока. Основное поступление воды – это атмосферные осадки, поверхностный сток и сообщения через систему проток с Куйбышевским водохранилищем. Глубина этих озер не очень большая, поэтому они очень быстро заиливаются. Одной из основных причин замора рыбы именно в этом году, я считаю, аномально высокую температуру мая, июня и июля. Дело в том, что рыбы – это гидробионты, жабродышащие, основным источником дыхания которых является растворенный в воде кислород. Чем выше температура воды, тем меньше растворение кислорода из атмосферы. Именно поэтому жарким летом чаще всего и наблюдаются заморы гидробионтов. Еще одна причина, связанная тоже с жаркой погодой. Прокрывание воды привело к бурному разомножению одноклеточных водорослей. С одной стороны, они выделяют кислород, но с другой, они не успевают выедаться другими гидробионтами и начинают отмирать, тем самым расходуя кислород. Не стоит забывать о том, что вся система озер Кабан находится на территории города Казани. И в связи с этим испытывает значительную техногенную нагрузку. Причем вот как раз озеро Средний Кабан, пожалуй, испытывает максимальную нагрузку. Но что будет, если не убрать мертвую рыбу с поверхности водоема? Она сядет в донные отложения и через некоторое время трансформируется, соответственно, станет разлагаться и станет частью донных отложений. Только через какое-то время. Ну и, естественно, все это вызывает запахи определенные, вызывает, скажем так, загрязнение воды, уже биологическое загрязнение воды. Министерство экологии также провело анализ на содержание кислорода в воде, показатель которого показал критически низкую отметку. Что это значит, объяснила эксперт Казанского университета. Во-первых, в связи с жарой может быть антропогенная штрафирня, о которой я сейчас только что говорила, которая выражается в виде цветения воды зелеными и синие-зелеными водорослями. То есть в этом случае бывает низкое содержание кислорода, и она вызывает замор рыбы, да? Но это обычно на мелколодных водоемах бывает. Минэкологии подтвердили факт замора рыбы на озере Средний Кабан. Но результаты исследованию будут известны только через семь дней. Инджи Минибаева, Ленарда Влетьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс.